довольно длинные светофоры вот тут над землей это метро я так понял наверное да метро вот это дальше он там дорога идет под землей и вот это вот средний уровень и мы не успели перейти дорогу он на зеленый поэтому мы стоим и ждем наверно показывать что он оттуда поворачивают сюда он зеленый пошли машины тут все не бедные бедных машин все-таки это не не средство передвижения это все-таки и роскошь тоже вот кстати я говорил что там не видно деревьев почему нету есть все деле вот мы вчера ходили бедняки ну вот рабочие обычные как там нам рассказывали они работают в соседнем этом городе как ой да да живут в шарже в основном вот поэтому жуткие пробки как бы метро забиты тогда вот тут дубая кстати расстояние километров 10 в этом как примерно подмосковье жену как блин все до 95 процентов живут в спальных районах работают центре да вот и здесь также принципе я думаю наверно так везде плюс-минус ну и как сказать ну бедняки а чё как их назвать помнишь мы видели еще какая-то семья их метро не пускали ну то есть метро в 12 часов 12 но мы ехали нам говорят еще какие-то штаны в виде штанов здания короче настроили дофига чего непонятно кому это вообще все нужно кстати мы идем под метро сейчас вот прям реально вот метро да у меня метро всегда ассоциировалась с подземкой вот вот короче не знаю правильно мы идем или нет обойники чего не защищают опоры защищают по всей единстве чтобы в опоры не врезались кстати полезная штука ну ладно вот кстати парк интересно в него можно зайти или нет но на карте он отображен вот принципе существует людей там не вижу может быть платный вход какой-нибудь или элитный вип как там нам вчера говорили подняться на можно на 138 на 142 и 120 до 1 124 потом 138 и 142 по-моему так было вот три этажа на которые можно подняться первый это открытая площадка второе это закрытая площадка смотреть а третий это кафе ресторан вот то есть туда тоже можно под подняться простым смертным это стоит денег на наши рубли я смотрел интернете что две с половиной тысячи рублей вот ну кстати сразу сразу сказали привыкайте к дирхамам на самом деле полезно когда другой стране вот вчера что-то зашли магазин дирхамов у нас нету до сих пор доллары до купить попить водичка стоит 4 дирхамов кусок разве по-моему 4 ну ладно вот спрашиваем сколько 22 доллара он бы сдачу долгих хамов интересно ну короче не стал он брать эти два доллара они ему не понравились не знаю почему как бы да и ладно ну на самом деле лучше вот написано допустим 4 вот отдаешь 4 бумажки и все проблем нету а с переводными курсами там в общем надо уметь быстро считать вот везде портреты это вождь который отец основатель арабских эмиратов который объединил эмираты вот эмираты это отдельные государства на самом деле которые подчиняются с каждый своему королю здесь называется типа президент на но на самом деле это абсолютная монархия правит династии то есть там что-то там сколько три брата у них еще семь там зятьёв ну короче в общем семья клановая система вот они правят абудаби уехать столицу амиратов абудаби они наверно в столице да я имею ввиду шейхи шейх и я так понял что это местные олигарх шейхов кстати какой-то местный жук домик для уточки так и у меня мокрая уже спина от рюкзака то есть ну реально припекает на самом деле солнце да вот там чуть-чуть покрапал монон даже трехэтажный короче припекает хорошо чуть чуть покапал какой-то дождик там микроскопический я вот тоже хотел посмотреть на самом деле но так и не смог увидеть цену у нас всегда большой-большая вывеска стоит ну сейчас подойдем он скорее всего тоже снимать нельзя какой-нибудь стратегический объект короче